Параллельно с инфляцией на 3,6%. Городские власти предлагают повысить тариф на проезд в общественном транспорте. В таком случае стоимость проезда будет 29 рублей, при условии оплаты безналичным способом. А для тех, кто платит наличными, отдельный тариф – 32 рубля за билет. Эта мера позволит постепенно перейти к полной безналичной оплате проезда. Сейчас только треть пассажиров платят живыми деньгами. В основном это либо гости города, либо те, кто редко пользуется транспортом. Мы думаем, что в следующий как раз в году вот этот 35% порог людей, которые сейчас ездят за наличный расчет, он постепенно будет переходить в безналичную зону, тем более что практически у всех граждан есть и транспортные карты, и банковские карты. И эти сервисы мы достаточно активно развиваем. На те же 3,6% увеличится и тариф безлимитной транспортной карты. Ее стоимость составит 1865 рублей. Пассажирам удобнее совершать неограниченное количество поездок в течение месяца. И чем больше их в месяц, тем дешевле одна. Например, при 90 поездках в месяц один билет обойдется немногим дороже 20 рублей. На 1 рубль планируется увеличить и стоимость разовой льготной поездки по карте школьника. По студенческой карте льготная поездка будет обходиться в 16 рублей. Безлимит оценят 800 рублей. Безналичный расчет не только улучшает работу всей банковской структуры, это и уход от коррупции, это быстрота обслуживания пассажиров. Понимаете, вот мы зашли, раз карту приложил, билет получил. Следующий, это не надо сдачи давать, искать и так далее. Это все гораздо удобнее. Абсолютно убежден, что мы и впредь перейдем на эту систему в более масштабном варианте. Но что особенно важно, без изменений остается социальная карта для пенсионеров и льготников. Стоимость такой сезонки все так же будет 270 рублей. Кроме того, власти рассмотрят возможность адресной помощи социально незащищенных слоев населения. Будет обсуждаться вопрос о предоставлении бесплатного проезда детям из многодетных семей, которые не могут себе позволить частые поездки на спортивные или творческие занятия в центре дополнительного образования. Наше предложение, чтобы в заявительном характере, скажем, те, кто нуждаются из многодетных семей, обращаются в профильный департамент. Сейчас этот вопрос взят на проработку и получают транспортную карту специальную, то есть адресную, которая позволяет передвигаться бесплатно на неограниченное количество поездок. Эти тарифы предлагаются заморозить на ближайшие два года. Давайте мы рассматриваем вопрос о том, что тариф мы рассматриваем на два года. Последний раз стоимость проезда менялась 1 января 2019-го. Благодаря этому за минувший год удалось выделить деньги на увеличение заработной платы работникам ТТУ и погасить долги муниципального предприятия, увеличить автобусный парк, построить правый трамвайный поворот от 15-го микрорайона к Самаро-арене, что стало еще одним шагом к созданию у стадиона транспортно-пересадочного узла. Развивать эти направления продолжат и в 2020 году. Кроме того, обновят подвижной состав, запустят электробусы и закупят вагоны метро. Сегодняшнее заявление администрации о повышении тарифа на 1 рубль, оно практически выводит предприятие в будущем на безубыточную работу. Отмечено, что даже при условии индексации, цены на проезд в Самаре останутся одними из самых низких по сравнению с тарифами в других городах ПФО. После обсуждения с представителями общественности этот вопрос рассмотрят на городской тарифной комиссии. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.